Заметки электрика Заметки электрика Второй параметр это номинальный отключающий дифференциальный ток Или проще говоря ток утечки У всех УЗО он составляет 30 мА Третий параметр это тип УЗО Все УЗО имеют тип АС Чуть позже я расскажу подробнее про это Четвертое это все представленные экземпляры являются электромеханическими УЗО Я уже рассказывал про преимущества электромеханических УЗО перед электронными У меня об этом есть отдельный видеоролик Можете посмотреть Также я в нем рассказывал что электромеханическое УЗО Один из способов его определения Это с помощью магнита Видите отключается у нас Можем взять другой экземпляр Вот такой вот у нас получился интересный перечень УЗО Если вы давно являетесь зрителем моего канала То знаете что все УЗО я ранее проверял устройством МРП200 от Санель Теперь у меня появился новый прибор Это прибор современный Это прибор нового поколения GSC или GSK60R Не знаю как правильно читается Хотел бы также сказать что данный прибор является многофункциональным С помощью него можно проводить измерения переходного сопротивления То есть металлосвязи Также он имеет функцию мегаометра Ну вот также вы видите вот этот тест УЗО Для проверки УЗО Также у него имеется возможность проведения измерения петли фаза 0 Также он является и анализатором Также с помощью него можно проводить измерения контура заземляющего устройства Измерять токи утечки Падение напряжения в процентном соотношении Измерять и проверять чередование фаз И даже освещенность Ну естественно что в рамках данного видео я буду рассматривать функцию только тест УЗО Вот у нас первый экземпляр КААС ВД 1.63 Подключил его к сети Вот у нас приходит сеть Обязательно здесь соблюдаем полярность Слева фаза, справа 0 Для удобства проведения измерений я сюда вывел еще розетку То есть вот у нас перемычка на фаза Вот у нас перемычка 0 Это у нас ПЕ-проводник Наличие ПЕ-проводника при проверке УЗО обязательно Что это было на старом приборе у нас Что у нас на новом приборе Все аналогично Если не знаете схему подключения УЗО Ее всегда можно посмотреть непосредственно на самом корпусе Вот вход 1Н То есть фаза И0 И выход 2Н На полярность прошу обратить внимание Потому что встречается УЗО В том числе и среди наших экземпляров От Шнайдер Электрик Это Чинт У них 0 выполнен с другой стороны Фаза справа 0 слева В самую первую очередь мы включаем УЗО И проверяем его кнопкой тест Работает 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 От кнопки тест работает исправно Идем далее Кстати розетку я в том числе подключил Для удобства в проведении измерений Наш новый прибор Он также поддерживает измерения С помощью специальной вилки унишука То есть вилка включается в нашу розетку И уже так проводить измерения более удобно Подключил нашу вилку Шука Включаю УЗО Напряжение между фазой L и PE у нас 0 А между PE и N у нас 237 вольт Это у нас не совсем правильно Потому что вот это кстати поэтому Проводник PE нам и необходим То есть прибор определяет напряжение Между потенциалами фаза 0 и фаза земля И даже если мы в таком случае захотим провести измерения У нас напишет и выйдет сообщение Реверс фаза нейтраль То есть поменяйте местами фазу с нейтралью Окей Теперь у нас ситуация лучше Напряжение между фазой и нулем у нас составляет 236 вольт А между нулем и PE проводником 0 А между фазой и PE 236 вольт Отлично Можно проводить измерения Как я уже говорил все наши УЗО имеют тип АС То есть они срабатывают при возникновении в сети Переменного тока утечки Все представленные у меня в данном эксперименте УЗО Являются не селективными И имеют номинальный дифференциальный ток 30 мА Это я все уже говорил Вот теперь нам и нужно выставить соответствующие параметры Вот тип АС он у нас всегда обозначается в виде чистой синусоиды Вот так вот То есть мы его здесь и оставляем Дальше у нас номинальный дифференциальный ток всех УЗО И имеет составляет 30 мА Поэтому мы тоже здесь выставляем 30 мА Ну и в принципе по этим параметрам здесь все Дальше выбираем УЗО у нас общее Либо селективное У нас УЗО общее То есть оно у нас не является селективным Так И здесь мы можем выбрать еще Различные градусы по синусоиде Либо синусоида тока утечки у нас будет начинаться с нуля градусов Либо она будет у нас развернута То есть начинаться со 180 градусов Но здесь мы будем делать два замера Как с нуля, так и со 180 Согласно ГОСТ 51.326 Пункт 5.3.4 Номинальный не отключающий дифференциальный ток УЗО Должен быть не меньше 0.5 от номинального тока уставки То есть измеренное значение в нашем случае не должно быть ниже 15 мА И соответственно не выше 30 мА Вот мы сейчас это и проверим Вот я выставил режим непрерывного увеличения нарастания тока утечки Ну имитация Нажимаю Enter Вот идет нарастание тока Видите? Оп! УЗО сработало И здесь у нас ток срабатывания составил 18 мА Что удовлетворяет ГОСТу 51.326 О чем я и говорил У нас полученное значение должно находиться в пределах от 15 до 30 мА Здесь УЗО сработал за 18 мА На время сейчас не обращайте внимания Потому что мы его будем измерять уже во второй части Там при разных кратностях тока Пока в данном эксперименте В первой части мы измеряем непосредственно сам ток отключения Ток уставки А здесь что? Здесь смотрите У нас сразу стоит значок палец вверх зеленого цвета Что нам уже прибор автоматически заявляет Что эта уставка соответствует ГОСТу То есть даже если вы вдруг что-то запутались, забыли Не уверены в том, что соответствует данный параметр или нет Вам прибор автоматически подсказывает Да, зеленый палец вверх Значит уставка полученное значение соответствует Если у нас палец наоборот И он закрашивается красным цветом То значит уже стоит обратить внимание Очень удобно кстати Так, сейчас включаем УЗО Так, и проводим замер При 180 градусах То есть аналогичным образом Аналогично 18 мА А теперь давайте проверим работу нашего УЗО При вот таком виде синусоида Это у нас синусоида типа А То есть это реагирует на переменный Пульсирующий Ненаправленный ток утечки При 0 градусах Сделаем Посмотрим как у нас Отреагирует наше УЗО Оп А наше УЗО никак не отреагировало Видите, ток превысил 33 мА Говорит кстати Красный вот этот значок Палец вниз О чем я говорил ранее То есть УЗО у нас не отключилось Давайте попробуем сменить Полярность, так сказать Ну аналогичная ситуация А давайте теперь проверим Как бы постоянный Либо это что у нас Пульсирующий Выпрямленный ток При 0 градусах Так, тоже не отключилось Давайте сделаем 180 Развернем немножко Ну вот, как видите УЗО у нас Коль имеет тип АС То оно соответственно У нас и реагирует Только на переменную составляющую Не выпрямленную Не на пульсации А только на чистую синусоиду Ну и аналогичным образом Давайте проверять Все остальные наши УЗО Дальше у нас Идет КАС Оптина Серия Оптидин ДМ63 Мы также включаем УЗО Вначале тестируем кнопку ТЕСТ Отлично Здесь кстати полярность Такая же аналогичная Фаза слева 0 справа Так, ну и поехали То есть вначале Делаем режим Нарастание тока Видите, УЗО забыл включить Сразу выходит сообщение В одной напряжении Меньше 100 вольт пульта Так, давайте поехали Оп, УЗО отключилось Ток 24 мА Отлично Давайте меняем на 180 градусов И проверяем заново 24 мА Отлично Давайте его проверим На другие типы Так, тоже не сработало Сейчас выпрямленное Ну, все аналогично Как и с предыдущим То есть данное УЗО Реагирует только на переменную Составляющую токов в течке Сработало при 24 мА Идем далее Следующая у нас на очереди ВД-163 от ИЭК Проверяем кнопку тест Работает Здесь, кстати, полярность подключения Аналогичная Так Вводим И поехали Ток срабатывания Оп 22,5 Давайте сменим Симус-сойду На 180 градусов 24 мА То есть первый раз было 22,5 С нуля А со 180 24 Давайте пробуем Пульсацию УЗО АТЭК У нас также Не реагирует На другие составляющие Утечки Декрафт УЗО-03 Включаем Кнопка тест Отлично Схема подключения у него Как у предыдущих Итак Включаем И смотрим 24 миллиампера Делаем 180 градусов 22,5 Проверим его на другие виды утечек Ну как и прежние УЗО Оно реагирует только на переменную составляющую Токов утечки Идем далее Следующий у нас ЧИНТ НЛ1-63 Включаем Проверяем кнопку тест Исправно 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 Кстати здесь Заметьте Схемка Подключение Немножко другая Ноль слева Фаза справа Так Поехали 24 миллиампера 24 миллиампера Проверим на другие Виды утечек Ну в общем так же Реагирует только на переменную составляющую Так Про ЧИНТ Хотел бы отметить Что у него есть индикация срабатывания УЗО То есть когда мы просто Включаем Отключаем То у нас здесь Флажок не меняется А когда у нас срабатывание было По утечке Флажок Менялся с белого На красный Вот такая вот особенность По сравнению С предыдущими Так Это у нас Хаггер SD226J Включаем Что-то туго Оп 24 миллиампера Замечательно Делаем 180 градусов Включаем Туго Как включается Хаггер Идем далее 24 миллиампера Проверяем Другие виды Утечек И пульсаций Опа А Хаггер То у нас Сработал Вы посмотрите То есть сейчас У нас стоит Вот такая вот Тип А То есть пульсирующая Да На 180 градусов 21 миллиампер Вот это да Интересно Давайте перевернем На 0 градусов И снова проверим 22,5 Пожалуйста Срабатывает Хотя у него вот видите Четко написано Тип АС Синусоида Поставим ему Выпрямленное А вот здесь Он уже Не среагировал Давайте поменяем На 180 градусов И попробуем И попробуем так Здесь к сожалению А может к счастью Не сработал Так Идем далее Следующий у нас Итан Схема у нее Также Слева фаза Справа 0 И проверяем Кнопку тест Работает Еще раз Проверяем На топ Утечки 21 миллиампер 21 миллиампер Замечательно Энергии Виды утечки Ну в общем Данный узор Реагирует только На чисто переменную Составляющую Виды утечки Так Легрант RX3 Работает Исправно 21 миллиампер 21 миллиампер Проверим Его на другие И на постоянную Давайте Примерим Ну вот Легрант у нас Реагирует только На переменную Составляющую Тока утечки Аналогичный Легрант Серии ТХ3 Кнопка Отлично Поехали Ток срабатывания УЗО 24 миллиампера 24 миллиампера Развернем 24 миллиампера Давайте проверим Давайте проверим На другие Давайте проверим его на другие Ну вот Данное Данное УЗО ТХ3 Работает только На переменную Составляющую Токов утечки Это у нас Третий Легрант ДХ3 Кнопка Тест Отлично Проверяем На ток утечки 21 миллиампер 21 миллиампер Замечательно Проверим На другие Синусоиды Ну что Легрант ДХ3 Срабатывает Только при Возникновении Переменного Тока утечки Это у нас Шнайдер ВД-63 Проверяем Кнопку Тест Отлично 24 миллиампера Разворачиваем Синусоиду Нашу 24 миллиампера Проверим На другие Составляющие Не реагируют Шнайдер Электрик Изи 9 Схема Тоже 24 миллиампера 24 миллиампера Обратная полярность 24 миллиампера 24 миллиампера Так Давайте его проверим На На другие Виды утечек Опа Опа 18 миллиампер 180 градусов Вот этот тип А По синусоиду Здесь 18 и 19 и 5 Давайте еще раз 19 и 5 Интересно Так Ну давайте проверим Тогда на Чисто Постоянную Составляющую Опа Самый последний Момент Отключился Практически 33 миллиампера Вот это Да Так Давайте Развернем Полярность Оп Опять Самый последний Момент 33 миллиампера Вот так Шнайдер А ведь На нем Написано Типа С Вот она Синусоиды Значок Почему Она у нас Срабатывает Даже При Других Видах Отечки И Завершающие У нас УЗО Это Шнайдер И ЛД Типа 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 Работает Так Поехали 25,5 Развернем Синусоиду Аналогично При Обратной Синусоиде Также 25,5 Ну а теперь Давайте Как видите Данное УЗО Реагирует Только На токи Утечки Только Переменной Составляющей Кстати Схема Подключения У всех Шнайдеров Нод Находится Слева Ну что После Проведения Первого Эксперимента Можно Сделать Уже Кое-какие Выводы Если Брать Сугубо По Дифференциальному Току Их Срабатывание То Они Все Соответствуют ГОСТу Но КАС ВД-163 У нас Срабатывает Притоки Раньше Всех Притоки 18 МА А вот Шнайдер Срабатывает Наоборот Притоки Уже 25,5 МА Остальные Все Экземпляры Имеют Примерно Один Ток Срабатывания Это Где-то 21 Тире 24 МА То есть Разницы Между Ним Практически В этом Пламе Нет Но В ходе Экспериментов Выяснилась Еще Одна Интересная Особенность Хагер И Узо Изи 9 От Шнайдер Сработали У нас При Синусоидальном Импульсном Токе Хотя Они Заявлены С Характеристикой АС То есть Чистая Синусоида Тем не менее Изи 9 У нас Работал Еще и При Выпрямленном Пульсирующем Токе Да Самый Последний Момент При Токе 33 Даже Миллиампера Тем не менее Он Сработал То есть Он Отреагировал Если честно Даже Не знаю Хорошо Это Или плохо Что Допустим Тот же Изи 9 Реагирует На Все Виды Утечки То есть В принципе Можно Купить Тип АС И Знаешь Что Он Реагирует На Практически Работает Как Тип А Реагирует С В Принципе С Одной С С С С Реагирует По Реагирует Если Если Вам Что То Непонятно По Данному Видео Не Стесняйтесь Спрашивайте В комментариях Ну На Этом Пожалуй Все Всем Спасибо За Внимание С Вами Как Всегда Был Дмитрий Автор Канала Заметки Электрика До новых Встреч Дмитрий Дмитрий